здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами начинаем небольшой интернет канал который будет посвящен самым удивительным животным обитающим на нашей планете его буду вести я доцент кафедры зоологии экологии московского педагогического старостного университета масолов алексей александрович может быть вы меня видели пор на разных на разных телевизионных каналах где я комментирую или даю какие-то значит рассказываю каких-то разных удивительных животных которые обитают на нашей планете и мы решили что вот период самоизоляции также сделать на сайте нашего университета вот такой небольшой канал который был бы посвящен созданием которые обитают самых разных уголках земли и которые действительно демонстрируют удивительные приспособления животных к совершенно разнообразным условиям обитания и начать мне хочется с небольшой ящерицы которая обитает на австралийском континенте и ее можно встретить прежде всего самых наверное суровых местах австралийского континента в австралийских пустынях эти территории отличаются прежде всего очень мало мобилием осадков то есть это одни из самых засушливых мест на нашей планете там воды очень мало и животным приходится приспосабливаться к этой малости самыми причудливыми способами и вот наверное одним из самых таких удивительных и неожиданных способов приспособления к недостатку воды стало стали приспособления которые развелись в процессе эволюции у ящерицы который получил название молох это небольшое животное которое внешне вот мы видим и сейчас на фотографии внешне очень напоминает но наверное даже не ящерица какую-то ветку сухого дерева чем какой-нибудь акации которая покрыта такими длинными изогнутыми шипами на плюс к этому это ящерица имеет и особенную такую покровительство на окраску очень удачно маскирующие ее под цвет грунта в австралийских пустынях но вернемся к тому каким же образом эта ящерица добывает себе воду осадки в австралийской пустыне попадает крайне редко понятно что большинство животных обитающих в этих аридных мест обитаниях они потребляют потребляют воду в основном так называемые метаболическую то есть они едят других животных и таким образом обеспечивают себя запасами воды то есть потребляют влагу из организма других животных то есть из своей собственной пищи но все-таки иногда в австралии в австралийских пустынях случаются и дожди и вот тогда для любого животного становится главная проблема это как всю эту воду аккумулировать как ее собрать ведь дождь выпадает и моментально вода начинает просачиваться сквозь песок и зачастую животные даже не могут могут не успеть попить этой воды как же тогда эту воду можно получить и вот ящерица молох в процессе эволюции сформировала наверное уникальнейшее приспособление которое позволяет впитывать эту воду ящерица которая покрыта кстати говоря как все присмыкающиеся таким достаточно твердым и жестким панцирем состоящим из чешуй и она не может например как лягушки впитывать воду всей поверхности тела но как-то же надо приспосабливаться и ящи у этих ящиц формировалась абсолютно удивительное приспособление оказывается что она может пить воду практически всей поверхностью тела и со спиной стороны и самое удивительное что она мог может пить воду и при помощи своих собственных ног вот мы с вами видим схему наверху которая нам наглядно демонстрирует что вот эти стрелочки различного цвета показывают что вода может постепенно из ног и со всей поверхности тела постепенно скапливаться к ротовому отверстию и дальше попадать непосредственно в рот этой ящериц как же это происходит оказывается здесь очень просто и все подвержено обычным законам физики которые изучаются еще средней школе все тело ящерицы пронизано системой микроскопических тонких канальцев которые работают как самые натуральные капилляры при этом эти капилляры есть не только в каждой чешуйки но они связаны между собой эти чешуйки вот такую замечательную сеть которая благодаря вот тому самому капиллярному эффекту и мы все хорошо знаем из курса физики позволяет да насчет разницы давления всасывать воду вот такими микроскопических каналах то есть молох становится на влажное место на котором в котором есть вода между вот этими песчинками грунта и затем эта вода постепенно благодаря капиллярному эффекту всасывается и по системе канальцев транспортируется к нему ротовое отверстие и дальше молох получается пьет воду при помощи своих собственных ног точно так же если влага попадает на спинную поверхность этого молоха она точно также по этой системе капиллярчиков точно также транспортируется опять-таки к ротовому отверстию молоха и таким образом молох пьет воду которая будет концентрироваться на спинной стороне или же если он вдруг становится на какой-то влажный грунт он может впитывать эту воду прямо с вот этой вот влажной поверхности будь то песчаной поверхности или допустим просто влажная поверхность молох будет впитывать воду всеми своими четырьмя конечностями вот такое удивительное приспособление которое позволяет австралийским ящерицам в частности ящерицам молох выживать в условиях сурового аридного климата австралийских пустынь а это была наша первая программа на следующих сообщениях следующих рассказах мы познакомимся с вами с другими удивительными животными которые демонстрируют ну наверное какие какие-то фантастические приспособления к различным условиям среды обитания до новых встреч